Я в мир удивительный этот пришел, отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Что такое комсомол? Сухие строчки, толкового словаря дадут вам правильный, но не совсем точный ответ. Столетняя история в ЛКСМ это целая эпоха. Для бывших комсомольцев это школа дружбы и чести, это вся жизнь. Нет в мировой истории других примеров такого мощного молодежного движения, каким был ленинский комсомол. В мирное и военное время комсомольцы первыми осваивали целину, возводили стройки, летели в космос, шли в бой. На каждом историческом рубеже комсомола тысячи молодых героев прославляли его своими подвигами. Все началось в далеком революционном 1917 году с создания социалистических союзов рабочей, крестьянской и учащейся молодежи, которые были объединены в Российский коммунистический союз молодежи 29 октября 1918 года. День открытия съезда стал днем рождения комсомола. 1918 год. Год гражданской войны. Комсомольцы уходили добровольцами на фронт, а после вступали в борьбу с ликвидацией безграмотности, создавали агитбригады, налаживали работу из Пчеталин. За весь этот труд на благо Родины впервые в истории страны Советов общественную организацию наградили правительственной наградой. В 1928 году Всероссийский ленинский коммунистический союз молодежи был награжден Орденом Красного Знамени с формулировкой «За боевые заслуги в годы гражданской войны и иностранной интервенции». В Славянском районе комсомол официально появился 13 марта 1920 года. У истоков его создания стояло 12 человек. Им нужно было объединить как можно больше молодежи, которая смогла бы встать на защиту революции, на борьбу с голодом и разрухой. Одним из видных организаторов молодежи тех лет являлся Традат Багратян. С первых дней освобождения станицы от белогвардейцев он проводил большую работу по организации местной комсомольской ячейки и стал секретарем Славянского отдела организации. Как говорил поэт Владимир Маяковский, коммунизм – это молодость мира, и его возводить молодым. Те, кто вступали в ряды комсомола, понимали, что именно им предстоит строить будущее страны. И это не просто слова. Пришло время ударных трудовых пятилеток. Их началом был первый комсомольский призыв в 1929 году на строительство объектов социалистической индустрии. На счету комсомола было 135 ударных строек – гиганты Днепрогесса и Гуэлро, Комсомольск-на-Амуре. Везде, где участвовал комсомол, было место подвигу, новаторству, соревнованию. Бескорыстие, энтузиазм. Мы на этом чувстве могли свернуть горы. И мы продолжаем сейчас это делать. И вы видите, многие остались у дел, мы не потерялись, мы работаем. Слово «не могу», «не хочу» не было. Если и сейчас эта черта осталась у меня, я не ищу никогда отговорок, как не сделать. Широкое распространение по почину донецкого шахтера Стаханова получил ударный труд на перевыполнение плана не только в горнодобывающей промышленности, но и в других отраслях народного хозяйства. По примеру, донбасской комсомолки Паши Ангелиной, организовавшей женскую тракторную бригаду, на трактора сели десятки тысяч молодых девушек-комсомолок. За проявленную инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования, обеспечивших успешное выполнение первого пятилетнего плана развития народного хозяйства страны, в 1931 году комсомол награжден орденом Трудового Красного Знамени. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! И вновь труба, и вновь в поход. 22 июня 1941 года. Фашистская Германия напала на нашу страну. Только в первые три дня тысячи комсомольцев ушли на фронт. Перед началом Великой Отечественной войны ряды комсомола насчитывали более 5 миллионов человек. В легендах остались жить неслыханные в истории войн подвиги комсомольцев. Москвички Зои Космодемьянской и рядового Александра Матросова. Бесстрашные партизанки Лизы Чайкиной и руководителя комсомольского подполья на Украине Олега Кашиова. В годы Великой Отечественной войны славянские комсомольцы были в числе добровольцев, которые в первых рядах шли на фронт. Примером героизма, доблести, безграничной любви и преданности родине служили герои Советского Союза Павел Михайлович Кутепов, Николай Тимофеевич Пуха, Иван Гаврилович Лысанов. Высокого звания, Герои Советского Союза были удостоены 7 выпускников лицея номер 1 Славянска на Кубани. Отгремели салюты Великой Победы. Воины-победители вернулись с фронтов. За годы войны 10,5 миллионов юношей и девушек вступили в ряды комсомола. 3,5 миллиона награждены правительственными орденами и медалями. Более 7 тысяч получили звание Герой Советского Союза. За вклад комсомола в общее дело борьбы с фашистскими оккупантами. В 1945 году комсомол был достоин третьего ордена – Ордена Ленина. Тяжелой ценой досталась победа. Советскому народу предстояло не только восстанавливать разрушенное хозяйство, но и быстро перевести тысячи предприятий на мирные нужды. 1948 год принес комсомолу четвертый орден – Орден Ленина за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодежи и активное участие в социалистическом строительстве. На фермах одна молодежь. Сколько я работал, 18 комсомольцев были награждены орденами и медалями. От медали за трудовое отличие до трудового красного знака. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Под таким лозунгом по всей стране были организованы социалистические соревнования молодежных бригад. По призыву партии более 500 тысяч молодых патриотов отправились на освоение необжитых земель. Поднятие целины золотыми буквами записано в историю ленинского комсомола. Среди тех, кто разбудил вековые степи, заменил ковыль на звенящий пшеничный колос, было 800 юношей и девушек с путевками славянского райкома комсомола. Много приходилось работать? Тяжело было? Конечно, тяжело. Пшеничка такая 12 сантиметров. У них обязательство в этом году урожай дать 8 центров в гектарах, а у нас 50-60 было. Соединение юности, мечты и конкретного дела – великая преобразующая сила. Зашумели пшеничные поля на Целине, наполнились жизнью аккуратные поселки хлеборубов. Страна оценила этот вклад, и в 1956 году за освоение целинных земель ленинский комсомол был удостоен Пятого Ордена на своих знаменах. От поколения к поколению передавались славные традиции комсомола. Горячо откликаться на зов Родины, быть там, где трудно. В любом деле проявлять свою инициативу и почин, во всем быть верным, надежным помощником. Важнейшие народно-хозяйственные объекты страны объявлялись всесоюзными ударными комсомольскими стройками. Своих лучших представителей комсомол направил на север и на восточные районы страны, на строительство электростанций, металлургических заводов, рудников и угольных шахт. Огромен вклад в ЛКСМ в освоение богатств Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. При самом активном участии молодежи построены и введены в действие около полутора тысяч важных объектов. Все это – посильная помощь комсомольцев в деле строительства коммунизма. И этот вклад не остался незамеченным. В конце 60-х годов на знамени комсомола появился еще один орден – орден Октябрьской революции. Силами молодежи, задором, энергией большие стройки строились. У нас была одна из крупнейших строек – это Трест-Преазовый Рисстрой, это строительство рисовых систем. Шесть орденов, ярко горящих на знамени комсомола – свидетельство всенародного признания больших заслуг комсомольцев перед Родиной. Их решимости свято беречь и умножать славные, революционные, боевые и трудовые традиции нашего народа. 1974 год. Коммунистическая партия страны принимает постановление о строительстве Байкала Амурской железной магистрали. Это была не просто стройка, это был путь к далекому океану. Магистраль – светлое будущее, дорога к мечте. Первым делом на БАМ отправилась романтически настроенная молодежь. Те, кто имел подходящую профессию – лесорубы, плотники, бетонщики и многие другие. Долгие годы в этих местах почти не бывали люди. И вот тишину леса прорезал гудок тепловоза. И над верхушками вековых кедров взвился дымок жилых поселков. Эстафету трудовых подвигов продолжили комсомольцы 80-х. Они работали на важнейших стройках пятилеток по комсомольским путевкам и зову горячих комсомольских сердец. Каникулы, выходные дни для комсомольцев – это было время для того, чтобы стать участником больших общих дел. Сотни объектов, которые и по сей день работают на благо людей, создавались при активном участии комсомольцев. У нас – это Славянский стадион, городской дом культуры, всеми любимый Северный парк. Объекты, бывшие комсомольскими молодежными стройками и сегодня у многих на слуху. Тиховский гидроузел, рис-совхоз Сладковский, ныне поселок Целинный. И нас с Савтовзом поповезли в город Белорусский на строительство химкабината по производству минеральных удобрений. Заливали крыши. Весело, хотя жара, комбинезонах, но ничего страшного, знали ответственность свою, что-то для пользы, для дела. Все равно сейчас, даже спустя некоторое время, уже сколько лет, все равно город изберет, что он сейчас стоит, действует, производит удобрения. И ты всегда всем рассказываешь, глядя в окно с автовзом, это я здесь руку предложил, мои товарищи. И считаю, что это правильная была форма, в целях воспитания молодежи, к труду. На следующий год опять уже все просились, не было боя, чтобы очередной стройотряд поехал на следующий год. Студенческие стройотряды можно назвать настоящей школой жизни для многих молодых людей. За период с 1959 по 1986 годы во всесоюзном студенческом отряде работало почти 13 миллионов человек. Практически не было сферы народно-хозяйственной деятельности, в которой не приняли бы участие комсомольцы-стройотрядовцы. В начале 80-х годов стали появляться творческие стройотряды, отряды проводников, стюардесс, механизаторов, педагогические отряды. Работа в них позволила тысячам молодых людей найти свой путь в жизни, научиться принимать решения и отвечать за свои действия. Поверить в свои силы и повести за собой людей. Комсомольцы были первыми помощниками во всем. К примеру, оперативные комсомольские отряды дружинников, создаваемые в каждом учебном заведении и на предприятиях, успешно справлялись с задачами охраны правопорядка, борьбой с хулиганством. Ребята, которые работали целый день, работали на машинах, а вечером мы собирались на заседание, допустим, комитета комсомола, но это было после пяти часов, это в шесть, в семь вечера, и вот решали какие-то проблемы. Какие проблемы? Ну это культурно-массовые, это спортивные мероприятия, это охрана правопорядка. Не было такого, кто-то сказал, я устал, я сегодня не могу, даже не было разговора такого, потому что мы сами решали вот эти проблемы для себя. Мы сами себе строили спортивные площадки. Комсомольцы умели не только ударно работать, но и по-настоящему весело, используя и отдыхать. Одна из важных частей работы комсомольских ячеек – организация досуга молодежи. Спортивные соревнования, вечера танцев, концерты, посвященные праздничным датам – здесь отдыхали и веселились, знакомились, общались и влюблялись. Вот и везде на передовых рубежах были комсомольцы. Это комсомольско-молодежные экипажи, комсомольско-молодежные звенди. Ну а также, как и сегодня, мы занимались и досугом молодежи, занимались вовлечением молодежи в спорт. Это агитбригады. Одни ребята работали, другие ребята в это время готовили мероприятия, чтобы приезжали вечером домой к победителю соревнований, в семье его чествовали, поздравляли. Приезжали на место работы, клеили эти звездочки, если он намолотил 100 тонн зерна, допустим, флажки, вымпелы вручали. И вот эта идея, она дороже, наверное, стоила тогда даже денег. Хотя ребята, кто хорошо работал, они хорошо и зарабатывали. Стать частью этого большого общего дела страны мечтал каждый советский школьник. Но чтобы быть принятым в комсомол, нужно было стараться. Хорошо учиться, быть активным участником жизни страны и оказывать посильную помощь. Будь то помощь в тимуровском движении, сбор металлолома или работа на уборке урожая. Комсомольцы были примером для пионеров. Пионеры для ребят помладше, октябрят. Эта система, выстроенная в Советском Союзе, была направлена на создание у детей и подростков внутреннего идеологического стержня, стремления расти и совершенствоваться. Комсомол строил, учил и воспитывал. Через школу комсомола прошли миллионы советских граждан, которые в дальнейшем реализовались в науке, искусстве, культуре на предприятиях. Школа комсомола растила талантливых руководителей. И сегодня многие, кто прошел ее, продолжают находиться на передовой, управляя предприятиями, работая в структурах муниципальной и государственной власти. Комсомола – это действительно судьба каждого молодого человека, жившего в советское время и прошедшего школу комсомола. Это становление характера, становление личности и вообще умение наладить отношения и с молодым человеком, и с пожилым человеком. Для меня действительно это школа жизни. Комсомол был фундаментом, который формировал советского человека. Он был энергией, желанием перевернуть мир и сделать его лучше. В 1991-м произошел распад Советского Союза. Годы становления России 90-х были трудными, и идеи комсомола не нашли в них отклика. Попытки объединить молодежь в перестроечное время возникали не один раз. Но новой эпохе был нужен другой подход. И полностью сохранить комсомол в его первоначальном виде так и не удалось. Но лучшие наработки комсомольских лет продолжают жить и сегодня. Юные натуралисты, добровольные народные дружины, кружки художественной самодеятельности, детские и юношеские соревнования «Золотая шайба», «Кожаный мяч» и военно-спортивная игра «Зорница» – все это наследство той эпохи, которая органично вписалась в нашу действительность. В 2018 году комсомолу исполняется 100 лет. Теперь у юношества совсем другая жизнь. И пусть сегодняшняя молодежь не носит у сердца комсомольский билет, но, как и наши бабушки и деды, бежит на стадион, чтобы сдать нормы ГТО – комплекса, который зародился во времена комсомола. Десятки сегодняшних славянцев называют себя «тимуровцами» и подставляют свое плечо пожилым людям. Добровольцы второго десятилетия XXI века уже не строят БАМ, но они активно участвуют в организации и проведении крупных всемирных соревнований, таких как Сочинская Олимпиада, Чемпионат мира по футболу. Сегодняшние волонтеры – это активные помощники в работе по организации досугожителей, наведении санитарного порядка в городах, станицах и хуторах. Наше школьное и студенческое самоуправление – это все оттуда, из времен, когда комсомол был организацией, формирующей человека, его личностные качества, где утверждались жизненные взгляды молодежи, приобретался первый опыт общественной работы. В своей работе в системе молодежной политики, конечно же, стараемся как можно больше использовать опыт, который нам передают наши люди, которые чуть постарше, которые были в комсомоле, застали это время. Волонтерское движение, добровольчество, профориентация, поддержка молодежных инициатив, проектная деятельность и, конечно же, пропаганда здорового образа жизни. Сегодня есть ребята, которые приходят и говорят, я хочу помогать, я хочу на мероприятиях помогать. Это тоже один из пунктов воспитания, воспитательного процесса. Он в процессе, он в деле, он не дома за компьютером, а в интернете за игрой. Как бы ни называлось сегодня, объединение молодежи, оно преследует те же цели, которые ставил и сто лет назад комсомол. Развивать в молодых людях внутренний стержень любви к государству, способность активно участвовать в жизни страны, чувствовать свою ответственность за ее будущее, вырастить достойное поколение молодежи. Молодежи, которая способна учиться и работать на общее благо России, которая будет создавать крепкие семьи и вставать на защиту Родины. Невозможно вернуть комсомол, но он навсегда останется в душах тех, кто провел в его рядах свою молодость. Я в мир удивительный этот пришел отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь штор и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.